всем добрый день всем здравствуйте сегодня будет влог и это будет первый день и день этот будет называться день чулка сейчас я вам объясню почему потому что на самом деле у меня на спицах можно сказать что два чулка вяжу методом magic loop и в данном случае очень узкий рукав ну благо уже завершение первого рукава я все примерила вроде бы как все ничего не знаю сомневаюсь немножко над горловиной но мне кажется нормально можно было сделать горловину поглубже но у меня всегда есть возможность переделать ее до после стирки осознав ну пару раз надев например изделие осознав что что-то тянет перетягивает тогда можно будет переделать вот именно в этой конструкции в этой модели можно будет переделать горловину также как бы я например переделывала доделывала довязывала низ изделия если бы я его вязала сверху вниз а здесь связано снизу вверх и И горловину напоследок можно просто распустить и переделать буквально там, ну, сантиметров 10 распустить. Это вообще не проблема. Поэтому довязываю рукава, отправляю на стирку, но при всем при этом это первый рукав. Обычно у меня вообще нет никаких проблем с вязанием рукавов. Но тут, видимо, что-то случилось. Ну, вяжу второй носок, тоже тут такое чулочное вязание, да, вот уже подходит, можно сказать, к концу. Единственное, что спицы разные, да, металл тонкий и 4,5, дерево, фактуры разные, пряжа разная. И только поэтому, наверное, меня спасает. Поэтому на... не могу сказать, что на этой неделе в рамках этого влога я, наверное, все-таки введу в работу вышивку. Ну, просто потому что я устану от... устану от этих чулков. Так, и давайте покажу, на какой стадии находится вышивка. Вот на такой стадии находится сейчас моя вышивка. Я думаю, я ее продвину, но не намного. Ну, так бывает порой, особенно, когда я обдумываю новые модели. На самом деле, знаете, у меня сейчас просто какой-то чудовищный рой идей. И я хочу поначинать. Вы бы знали, сколько процессов я хочу поначинать. Но все дело в том, что я вчера в ночи заказала пряжу. Да-да. Я выбрала таки весь свой килограмм. И даже больше. А больше, потому что я взяла два вида пряжи. Там по 200 грамм кофе закипает, шуршит. Взяла по 200 грамм на изделие, которое мне нужно связать на заказ. То есть, это будет бактус. И это будет комплект для мальчика. Такая спортивная шапочка. Я такие уже вязала. У меня даже есть небольшой видеообзор, мастер-класс. По своему же мастер-классу попробую и связать. И заодно и вспомню, как это, да. И вспомню, ну, пересмотрю себя. Понятно ли я вообще разъясняю в своих вот этих небольших мастер-классах. Так, там на шапочку и на манишку должна прийти пряжа. И плюс еще вот эти 660 грамм, которые мне остались из моего килограмма. Я заказала цвета хаки для мужа пряжу. Я каждый год мужу вяжу свитеры. Это уже традиция. Традиции нарушать нельзя. И хочу в этом году начать вязание этого свитера. А как уже закончу его, там покажет только время. Быть может, это будет, ну, после Нового года. Потому что, ну, такие заказы и свои какие-то думки, раздумки. У меня есть одна интересная идея по вязанию, наверное, такого удлиненного жилета. Мне очень хочется начать. Но, наверное, все-таки я повременю. А еще же у меня кашемир лежит. Я о нем помню. Я его не сложила в запас. Вернее, сложила. Но мыслями я все-таки с ним. И мне очень хочется повязать из этой пряжи. А еще же я аж тут вступила в совместный проект с Леночкой Орловой. А вам слабо связать. И там не слабо пейсов. В общем, знаете, такой рой идей. Ураган просто. А я здесь вяжу монотонные чулки. Рукава чулки, носки чулки. В общем, не знаю. Меня как-то немножко распирает. И, знаете, я смотрю на девочек, у которых много процессов. Их это совсем ведь не напрягает. Но если у меня такое настроение, быть может, стоит все-таки обдумать. И все-таки стоит начать. Ну, ладно. Подумаю об этом завтра. А пока я вяжу чулки. Пролетело два дня. Вчера я ничего не снимала. Мне просто было некогда. Потому что я довязывала вот это изделие. Снимала небольшие видеозарисовки по нему. Поэтому это все занимало большое количество времени. И, соответственно, я... Ну, в общем и целом я вязала. И сейчас я вам расскажу и покажу, что же у меня получилось. Я вам вставлю в видео, наверное, просто фотографии этого изделия. Как оно смотрится на мне. Все постирано. Весит оно 280 грамм. Все довязано. Все перевязано несколько раз. Ну, в общем, все как всегда. Пряжа у меня еще осталась прилично, на мой взгляд. Мне с лихвой хватит на какую-то, может быть, часть изделия. Потому что пряжа оказалась, ну, на самом деле, шикарная. 60 кашемир, 40 лен. В вольне, наверное, присутствуют вот такие какие-то волоски жесткие. Ну, мне это не помешало ни капельки вязать из этой пряжи. Мне, на самом деле, понравилась. Пряжа даренная мне. Это еще, наверное, больше мне приносит радости. Не потому что бесплатно, а потому что это подарок. Потому что это от души, это от моей Танюши. Надеюсь, она смотрит. Привет тебе, привет. Так, это было готовое изделие номер 1. У меня есть еще готовое изделие номер 2. Да-да. И это вот эти вот носочки. Они пока на блокаторах, потому что еще немножко влажные. Ну, нет, хотя уже, наверное, высохли. Утром были еще немножко влажные. Досушивала их на батарее. Так, что по ним? Самое интересное, я бы их довязала уже давно. Еще позавчера. Но все дело в том, что когда я делала клин подъема, я смотрела сериал, русские сериалы на ютубе. Очень интересные детективы. Ну, как-то вот я на них подсела. Они, наверное, просто очень легкие, да, в просмотре. И мне удобно под них вязать просто. Вот. И что-то как-то я так увлеклась и сделала на 2 прибавки меньше. И оказалось, что один носок у меня уже, чем другой. А они и без того закладывались не шибко широкими. Поэтому я решила, что, ну, всю вот эту вот часть распустила и связала заново. Ну, что же делать, если мы такие бываем невнимательные. Такое бывает. Да? Так бы уже связала еще бы один носок. Ну, мне нравится, на самом деле, цветовое решение этих носков. Я этой пряжи практически все упростила. Но в одну нить, как вы можете заметить, видите, вот эта вот ребристость, она осталась. После ВТО, конечно, пряжа повела себя намного лучше, чем до ВТО. Но у меня ее еще есть. Поэтому я еще свяжу, наверное, какие-нибудь аналогичные носочки. Но, согласитесь, цветовое сочетание все-таки, ну, такое бомбическое, я бы сказала, да, на сленге. Вот. Ну, то есть у меня есть две готовые работы в рамках этого влога. К вышивке я еще не приступала. Но все впереди, потому что, когда я заканчиваю крупное изделие, мне хочется повозиться с чем-то очень кропотливым, маленьким, миниатюрным. И, как всегда, я хочу вас познакомить снова со своей корзинкой, которую сплела мне мама. Здесь у меня лежат куча остатков пряжи, различного фасона, различного состава, разной фактуры, диаметра, параметра. Вообще, абсолютно разношерстная, чего здесь только нет. Вот, кстати, еще осталось. Плюс еще там есть небольшой клубочек. Мне вообще еще на одни носки хватит. Боже мой. Так. И что? 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 И вот из этого всего чуда я буду вязать носки. Да, да, потому что здесь вполне себе приличные остатки. Здесь у меня еще есть вот такая вот пряжа, этот вид, из которого я вязала и капор, и кардиган. И поэтому, ну вот осталось, у меня еще есть красная пряжа, обычная шерсть. Я смешаю, буду вязать новогодние носки. И зарисовочки под эти носочки у меня уже есть. Вот такого зелено-белого цвета я сделала. Из совершенно диких остатков здесь смесовка получилась. И хлопок, и лен, да, вот эта тоненькая ниточка. А основная ниточка зеленого, такого красивого изумрудного цвета, это у меня китайская норка, которая оставалась от шапки. Вот такие небольшие моточки. Я решила их тоже применять, но почему бы и нет. Скажите, ну, жадина, да? Да не жадина, а наоборот, наверное, я просто-напросто очень-очень-очень люблю придумывать модели из остатков пряжи. Ну вот для меня это какой-то такой, знаете, вот виток, может быть, направление другое. Кто-то вообще не любит вязать носки, а я мало того, что люблю их вязать, так я вяжу их из вот таких вот остатков-остатков. И посмотрите, какая у меня здесь борода из ниточек, которые нужно будет потом спрятать. Но меня это абсолютно-абсолютно не смущает, потому что, ну, очень многие пишут, что запрятать кончики, это целая трагедия. Для меня это не трагедия, для меня это окончание процесса, полноценное окончание процесса, после которого идет последняя завершающая примерка, и изделие идет на стирку, и, значит, завтра я его уже смогу надеть спокойно, оно будет готово, то есть полностью готово. Меня, наверное, больше бы напрягало, если бы оно просто лежало в шкафу и ждала бы очереди, когда же свершится чудо, и я заправлю кончики. Нет-нет, все делается сразу, это последний этап, вот, и в носочках уже спрятаны кончики, и здесь уже все спрятаны кончики, все изделие готово, можно дарить, носить, вот. Ну, здесь я сделала две сразу такие зарисовки, да, подготовила манжеты, потому что я не знала, насколько хватит пряжи, здесь и без того два вида пряжи. Видите, этот более зеленый, а это более такой бирюзовый. Два вида пряжи, потому что это были, ну, вот, прямо вот совсем-совсем остатки от разных-разных изделий. Ну, что ж, им лежать, их тоже нужно спасать. Вот так и спасем. Вот, буду вязать носочки, а также буду вышивать, пока буду отдыхать и обдумывать новый вот этот процесс, который запустила Леночка Орлова, а вам слабо связать, потому что, ну, мне надо настроиться. Несмотря на то, что лапопейсы я уже вязала, ну, в смысле, круглые кокетки, я заявила там, круглую кокетку, ну, вот, меня прям, вот, знаете, вот, и хочется, и колется, и мама не велит. Ну, в общем, не знаю. В общем, я пойду обдумывать, вышивать, немножко вязать. Встретимся с вами в новом подключении, я там расскажу, что же я придумала и придумала лишь что-нибудь. У меня наступила суббота, и я решила подвести небольшие итоги этого влога. Не то, чтобы даже итоги, а просто, что я успела сделать за вчерашний и немножко сегодняшний день. Итак, что же первое? Первое, это я продвинула носочки. Я решила здесь поженить все-таки две пряжи, это две ниточки, получается, я вяжу из стопроцентной шерсти, и ниточку я взяла все-таки вот этого твида красного. Знаете, вяжу эти носки, понимаю, что, в принципе, можно было эту пряжу и оставить про запас, потому что, ну, все-таки красный цвет, да, вроде бы как и новогодний, где-то, может быть, в каких-то элементах, где-то в жаккарде мне может он пригодиться. Но вот почему-то мне хочется извязать, наверное, его в носки, не знаю, получается, мне кажется, очень красивое сочетание зеленого, белого, красного, это тоже своеобразное такое новогоднее настроение, новогодний настрой. Поэтому, ну, почему бы нет, и тем более я люблю вязать носки. Опять же, продумав про жаккард, ну, если только вязать какую-то лапопейсу, ну, я, по крайней мере, в ближайшее время цветную лапопейсу не планировала. В общем, я в сомнениях вяжу, и, вот знаете, вроде как и жалко, но, с другой стороны, ведь можно ее всегда дозаказать, там, каких-то 100-200 грамм, да, в этом сейчас вообще нет проблемы, с учетом того, сколько магазинов развелось пряжи. Так, это, значит, было первое продвижение, и надо сказать, почему я вообще решила подключиться и немножечко подсобрать этот влог, потому что мы на выходные уезжаем, и на выходные я как раз вообще хочу взять полностью всю эту корзинку с собой. Конечно же, я буду вязать только эти носки, но так как носки состоят из нескольких нитей, да, то мне все равно пришлось бы взять, ну, добрую половину, наверное, того, что здесь содержится. А так я возьму все, и посмотрим, что у меня удастся продвинуть. Ну, не факт, что вообще что-то продвинется, потому что, ну, может быть, я не буду уделять время на вязание, но посмотрим. Так, следующий момент, который у меня продвинулся, это вышивка. Я вам говорила, что в рамках этого влога я все-таки хочу повышивать. Посмотрите, что здесь вырисовывается уже. На мой взгляд, очень красиво получается сочетание цветов. Знаете, есть там 50 оттенков серого, у меня 50 оттенков коричневого. И немножко вот этой режины. Я думала, что в рамках этого влога я все-таки доведу до какого-то логического завершения и сделаю бэкстич, но этого не сложилось. Но ничего страшного в этом нет. Сложится в следующий раз, пространство заполняется, и первый мой кофейник практически уже подошел к своему финалу. Видите, да, здесь у меня уже вырисовывается дно. Ну, то есть, прям вот на завершающей стадии нахожусь этого процесса. Ну, в смысле, этого кофейника в этом процессе. Должно получиться вот так, кто не знает. То есть, у меня вот уже практически, да, четверть, добрая четверть будет выполнена, когда будет готов этот, собственно говоря, самый большой элемент этого дизайна. Вот. Ну, мне нравится на самом деле. Я думала, что мне будет скучно. Нет, так как я его все-таки чередую, да, этот процесс у меня, в принципе, только для того, чтобы обдумать какой-то новый процесс. Крупного чего-то пока на этой неделе я начинать не планирую. Скорее всего, это будет все-таки на следующей неделе. То есть, это у нас с вами уже будет, ну, там, с понедельника начну. Как девчонки ведут, с понедельника начну. По крайней мере, обдумывать, наверное, с понедельника начну. А с собой, значит, я возьму вязание и возьму с собой книжку. Я показывала во влогах, в одном из влогов, что я начала читать книжки, которые приобрела в фикс-прайсе. Называется «Источник», а Айн Рэнд автор, ну, знаете, пока захватывает. Ну, то есть, как-то вот я вливаюсь в процесс чтения, но ажиотажа пока нет. Поэтому вот посмотрим, что пойдет. Носочки или книжка, ну, вот как-то. На самом деле, собралась как будто на неделю, ну, на два дня. Вот. Ну, а на сегодня давайте мы с вами завершим этот влог. Но мы с вами обязательно встретимся на следующей неделе, и я вам покажу, что же я буду творить, чем же я буду заниматься на следующей неделе. Если вам интересно, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить пальчик вверх, лайкнуть. Мне будет очень приятно, а вам это ничего не стоит. Вот. Все. На сегодня у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok